Давайте поговорим про macOS Sequoia. Ее уже можно официально устанавливать на поддерживаемую технику от Apple. Вот список поддерживаемых устройств. Но если ваше устройство нет в этом списке, не расстраивайтесь, вы тоже сможете ее установить. А как это сделать, я расскажу по ходу видео. Если ваше устройство официально поддерживает данное обновление, просто переходим в обновление ПО и обновляем операционную систему. Нажимаем обновить, нажимаем применить и ждем окончания загрузки. После загрузки обновления на ваш компьютер, произойдет установка обновления. Это займет некоторое время. Ваш компьютер несколько раз перезагрузится и автоматически включится, после чего обновление можно считать успешным. После включения компьютера нас встречает приветственное окно и расскажет, что нового в macOS в данной версии. Давайте ознакомимся с теми слайдами, которые подготовил для нас Apple. Листаем и тут он рассказывает, как быстро организовать рабочее пространство и новое хранилище ключей, то есть паролей. Как поставить реакцию эмодзи. И на этом все. То есть других обновлений и других нововведений Apple нам здесь не представляет. В программах у нас появилось два ярлыка. Пароли и видеоповтор. Давайте проверим. Начнем с паролей. Вводим здесь свой пароль администратора. Это некое хранилище паролей, которое позволяет нам сохранять, синхронизировать и делиться своими паролями. И хранить их в одном месте. Второй ярлык это видеоповтор своего айфона. Айфона у меня нет, поэтому ничего я вам не покажу. На самом деле данная функция довольно удобна. Она позволяет дублировать экран вашего айфона. Они должны находиться в одной сети с вашим компьютером и на айфоне должен быть включен блютус. Также для работы данной функции ваш компьютер должен обладать чипом безопасности T2. В заметках немного больше нововведений. Вычисление, выделение, сворачивание разделов и аудиозапись. Оставлю ссылку на официальный сайт, где вы сможете ознакомиться со всеми нововведениями, которые были реализованы в данной операционной системе. Да, простите, я забыл конечно о трех новых обоинах, которые мы можем установить на свой рабочий стол и в качестве заставки. Давайте это сделаем. Самым важным нововведением я считаю, что нам не нужно больше использовать Rectangle и Magnet, чтобы прикреплять наши окна к любым сторонам, так как это реализовано в Windows. То есть если раньше нам нужно устанавливать отдельное приложение, которое мы можем сейчас переместить в корзину, очистить, удалить и забыть о нем. И использовать стандартную функцию, которую нам предоставляет Apple. Правой кнопкой нажимаем на зеленый кружочек. Выбираем, к какой стороне хотим прикрепить данное окно. Это происходит автоматически. Также мы можем вручную перетаскивать данные окна и они будут магнититься к той стороне, к которой мы их подвели. Данную функцию в этом обновлении я считаю одной из самых главных. Я думаю, что многие ее ждали, чтобы не использовать сторонние приложения. Теперь давайте затронем тему тех компьютеров, которые официально не поддерживаются и не попадают под это обновление. Что же делать в данном случае? OpenCore, Legacy Patcher, Clover и другие уже получили обновления, которые поддерживают данную операционную систему. Они помогут установить вам данную операционную систему на неподдерживаемую технику от Apple или Hackintosh. Давайте на примере OpenCore, Legacy Patcher расскажу как это сделать. Устанавливаем OpenCore, Legacy Patcher. Нажимаем Create macOS installer. Download macOS installer. И видим, что macOS Sequoia уже доступна для загрузки и создания загрузочной флешки для неподдерживаемых устройств или создания флешки для хакинтоша. Если вы хотите более подробно узнать, как это сделать или как создать загрузочную флешку у хакинтоша или на неподдерживаемые устройства от Apple, я оставлю ссылки в описании. У меня на канале было несколько видео по данной теме. В данной операционной системе было еще много реализовано разных мелких функций, но вряд ли кто-то будет часто ими пользоваться. Всем спасибо за внимание. Если у кого-то остались вопросы, обязательно пишите их в комментарии. До новых встреч!